Друзья, обращаем ваше внимание на то, что текст нашего подкаста вы можете найти на нашем сайте native-russian.net Друзья, всем привет! С вами на связи Настя. Настало время нашего нового подкаста. Каждый раз, когда мы пишем для вас новый подкаст, мы проделываем большую работу. У нас всегда с Катей мозговой штурм. Мозговой штурм – это метод решения задач, в котором участники обсуждения придумывают максимальное количество решений задачи, в нашем случае – тему для нового подкаста. Затем из полученных вариантов выбираются самые лучшие решения, которые могут быть использованы на практике. Нам поступает большое количество вопросов от наших подписчиков в Инстаграм на разные темы. И недавно один из подписчиков попросил нас рассказать о том, какие страны нравятся русским людям, куда русские летают, где они любят отдыхать. Я, честно говоря, достаточно долго думала над этим вопросом, ведь население России большое, и я не могу говорить за каждого русского человека. Но всё-таки я разобралась с этим вопросом и с радостью готова поделиться с вами. Итак, давайте начнём с того, что всё-таки в России живут очень разные люди, страна огромная. И, конечно, жители разных регионов могут отдыхать в разных местах. Это может быть элементарно связано со стоимостью перелёта в ту или иную страну. Элементарно – это значит просто, легко. Например, жители Калининградской области очень часто предпочитают отдыхать в Европе. Калининградская область – это отдельный маленький кусочек России, который находится на побережье Балтийского моря и граничит с Литвой и Польшей. Я напомню, что мы с Катей как раз из Калининграда. Для нас нет проблемы сделать шенгенскую визу, то есть визу в какую-то европейскую страну, сесть на машину или на автобус и отправиться в Европу. Всё это сделать очень нетрудно. И уже через 2-3 часа можно оказаться в Литве или Польше. Дальше передвигаться по Европе очень легко, так как между странами внутри шенгенской зоны нет границ. Шенгенская зона – это пространство 26 европейских государств, присоединившихся к нормам шенгенского законодательства Европейского Союза и отменивших пограничный контроль между собой. Так вот, по Европе очень легко можно передвигаться на собственном автомобиле, на автобусе или даже на самолёте. Есть очень дешёвые авиакомпании, которые называются лоукостерами. Лоукостер – это авиакомпания, которая предлагает очень низкую плату за перелёт в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг. На таких авиарейсах нет питания, а также нельзя взять с собой большой багаж. Например, из Варшавы в Париж можно долететь всего за 2-3 тысячи рублей. Это действительно очень дёшево. Поэтому жителям Калининградской области очень выгодно и удобно отдыхать в европейских странах. Давайте вернёмся к основной части российских людей и обсудим, где же они любят отдыхать. Многие российские туристы очень любят Турцию, Таиланд, Египет, Вьетнам, Филиппины. Также люди летают в Италию, Грецию, Армению и ещё много разных стран. Я знаю, что русские очень любят покупать туры, чтобы всё было включено – перелёт, проживание, питание и разные экскурсии. Честно говоря, мы с Катей никогда в жизни не пользовались такой опцией. То есть мы никогда не покупали Тур в какую-то страну. Мы любим путешествовать самостоятельно. Когда человек покупает Тур, за него уже всё решено. Турист приходит в туристическое агентство, говорит о своих пожеланиях и ему подбирают тур. Как правило, такой турист проводит свой отдых в отеле у бассейна или на пляже у моря и несколько раз ездит на какие-то экскурсии. Я знаю, что такой отдых предпочитает очень большое количество россиян. Но есть и другие люди, которые любят активный отдых, которые любят сами бронировать отель или квартиру, самостоятельно покупать билет на самолёт. Потом ездить по красотам той страны, куда они прилетели, знакомиться с местным населением и узнавать культуру этой страны. Мы с Катей как раз такие туристы. Пока что давайте вернёмся к тем русским, которые любят покупать туры. Таких людей много. Я не знаю, с чем это может быть связано. Возможно, люди боятся лететь в чужую страну самостоятельно. Может быть, они не знают, как и где купить билет или забронировать себе жильё. Особенно старшее поколение людей, которое выросло в Советском Союзе, а тогда не было возможности так много везде путешествовать. Сейчас, в наше время, доступна любая точка земного шара. Иногда покупка тура может оказаться дешевле, чем если лететь самостоятельно. Есть такое понятие, как горящий тур. Это значит, что вылет уже вот-вот в ближайшее время. И туристическое агентство продаёт остатки туры дешевле, чем обычно. В любом случае, каждый русский человек, как и человек из любой другой страны, выбирает то, что ему удобно, и то, что ему нравится. Есть ещё ряд стран, где любят отдыхать русские люди. Это люди, у которых заработок больше, чем у обычного жителя России. Если говорить грубо, это богатые люди. Такие люди выбирают Объединённые Арабские Эмираты, Мальдивы, Бали, дорогие отели в Таиланде, Сейшелы, Соединённые Штаты Америки. В этих местах, что я перечислила ранее, отдых реально дороже, чем в Турции или в Испании. Да и перелёт тоже из России стоит недёшево. Хотя есть люди, кто может отыскать недорогие билеты и в этих направлениях. Опять же, зависит от умений и навыков туриста. Есть ещё такие люди, которые предпочитают отдыхать внутри России, то есть в своей стране. У нас тоже есть популярные туристические места, например, Крым, Краснодарский край, Алтай, Камчатка и другие интересные места. Честно говоря, я сама особо не путешествовала по России, но есть места, которые я хочу посетить. Кстати, путешествовать по России не очень-то и дёшево. Например, человеку из Сибири будет достаточно дорого прилететь в тот же Крым или в Сочи. Возможно, ему будет дешевле отдохнуть где-то за границей, то есть в другой стране. Россия очень большая, и перелёт из одного конца страны в другой может быть действительно дорогим. Конечно, многое зависит от дат полёта, от авиакомпании, но вообще это дорого. Например, чтобы добраться из Калининграда в какой-то маленький город Сибири, потребуется столько же денег, сколько стоит билет на самолёт из Москвы в Лос-Анджелес. Теперь давайте немного расскажу вам о том, как мы с Катей любим путешествовать. Как я ранее говорила, мы никогда не покупали уже готовые туры и никогда не пользовались услугами туристических агентств. С самого детства мы часто куда-то ездили с родителями, обычно на машине или на поезде. Мы привыкли путешествовать, нам очень нравился даже процесс проезда до места назначения. Если мы ехали куда-то далеко на машине, мы с сестрой слушали плеер, играли в игры, разговаривали. Плеер – это переносной проигрыватель музыки. Я думаю, что 20 лет назад почти у всех такой был. Если мы путешествовали на поезде, то это вообще был восторг. Мы всегда знакомились с детьми со всего вагона, играли с ними, бегали, чего мы только не делали. В то время многие семьи с детьми путешествовали на поезде. Я с радостью вспоминаю те времена нашего детства. Кажется, что это было только вчера. Так вот, мы привыкли к тому, что путешествие – это некая свобода, что ты можешь где-то остановиться, что ты ни к кому и ничему не привязан, вокруг нет толпы других туристов. Поэтому, когда мы подросли, у нас даже не было мыслей о том, чтобы купить какой-то тур. Мы просто покупаем билеты на сайте той или иной авиакомпании, но перед этим тщательно сравниваем все цены, ищем удобные маршруты до той страны, которая нам нужна. Мы четыре года назад летали в Доминикану вместе. Это было незабываемое путешествие. Мы сами купили билеты, забронировали жилье в разных городах. Мы очень хотели побывать в разных частях этой страны, поэтому решили пожить по 7-10 дней в разных городах. Для нас было важно посмотреть, как живут местные люди, как устроен их менталитет и быт. Мы не хотели сидеть все время в отеле или лежать на пляже, как это делают многие туристы. Нам было важно наслаждаться некой свободой в этом путешествии. В итоге это получилось такое путешествие, которое мы запомнили на всю жизнь. И таким образом мы путешествуем всегда и везде. Все делаем сами, все бронируем сами. Так мы летали в Польшу, в Марокко, в Китай, в Австрию, в Гонконг, в США, в Мексику, в Канаду и еще в очень много стран. Конечно, каждый человек отдыхает так, как ему нравится и так, как ему удобно. Кто-то покупает тур и ни о чем не волнуется, а кто-то любит все искать и подбирать себе сам, а потом наслаждаться этим. На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Это, кстати, устойчивое словосочетание, которое обозначает, что вкусы и желания людей могут сильно отличаться друг от друга. Я рада, если вы дослушали этот подкаст до конца и я уверена, что ваш русский язык будет становиться лучше и совсем скоро вы будете прекрасно разговаривать на нашем языке. Обязательно оставляйте комментарии со своими вопросами. Расскажите нам, пожалуйста, как любите путешествовать вы, в какие страны любят летать или ездить граждане вашей страны. Мы очень ждем ваших комментариев и обратной связи. Спасибо за внимание. Хорошего вам дня! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!